Хочу сегодня с вами поговорить о том, что же произошло в День Пятидесятницы и ответить на простые вопросы, но довольно с серьезным содержанием. Что тогда произошло? Как это произошло? И для чего это пришло? И последний вопрос, что это значит для моей жизни? Так вот, что же произошло? Вы знаете, что это праздник День Пятидесятницы. Сегодня мы его все так называем. Кто-то называет День Троицы. Но на самом деле это праздник, который веками уже отмечался. Отмечался израильским народом. Потому что это был День Шевуот или День Первого Плода. В прошлый раз мы немножко коснулись, что Шевуот это дача Торы, подарок Торы. И тогда, когда на Пятидесятый день народ израильский шел из Египта, именно на Пятидесятый день был дан и этот подарок неба, как Тора. Есть такой медраж, как я уже тоже, так скажем, опылилась от Сергея. Хочу прочитать, что он говорит в удаизме. Я не могу утверждать, что это на самом деле так, но все-таки прочитаю, какое у них есть размышления по этому поводу. Когда Всевышний пожелал дать Тору, не только к сынам Израилевым явился он, но и ко всем народам. Вначале обратился он к сынам Исава и спросил, принимаете ли вы Тору? Сказали они ему. А что написано в ней? Не убивай, сказал перед ним. Мы не можем принять ее. Тогда обратился он к сынам Амона и Маава. Это потомки Лота. Вы принимаете Тору? А что написано в ней? Не прелюбодействуй. И сказали ему. Нет, мы не можем принять твою Тору. Обратился он к сынам Ишмаила. И опять спросили они. А что написано в ней? Сказал он им. Не воруй. Нет, ответили они ему. Мы не хотим принимать твою Тору. Не было народу, к которому бы он не обратился. Но напрасно. И только сыны Израилевы, не задавая вопросов, сказали, будем исполнять и слушать. Посмотрите, друзья, как важно понимать. Бог-то предлагает. Но мы, если думаем, что я узнаю, тогда я выберу. Если я выбрал Бога, я выбираю доверять Ему. Я доверяю уже понимание того, что если Бог что-то предлагает или говорит, это точно лучшее, что может прийти в мою жизнь. И тогда, когда есть понимание такого Бога, тогда что бы он ни сказал, это будет послание, которое меня направит, которое меня исправит, исцелит. И кто-то думает, ну вот к другому это слово на самом деле имеет отношение, а ко мне не обязательно. Я могу жить в свободе, потому что я, в общем-то, контролирую свои желания похоти. Кто-то скажет, я контролирую свои желания выпивки. Я все контролирую, но не понимая, что это опасная зона, которую человек, переступая, оказывается уже потом на откосе. И уже выбраться оттуда бывает сложно или практически иногда и невозможно. Если человек уже не видит, то ему не выйти. Поэтому, друзья, когда мы говорим о Божьем послании, это послание, которое несет в себе не только ограничение, как нам кажется, а оно несет в себе силу для жизни. Оно несет в себе понимание, процветание в нашей судьбе, как нашего призвания, потому что призвание – это часть, которая изошла от Бога в нас, и она является главенствующей на нашу жизнь. Если бы мы только, встретившись с Иисусом, уже убедили, что наша жизнь обеспечена в вечности, то, в общем-то, наверное, можно было бы заканчивать свой путь на земле, перейти туда и все. Но Бог оставляет нам жизнь для исполнения призвания. Призвание – это очень высокое назначение судьбы каждого из нас. «И тогда, когда Господь давал эту Тору, пойди к народу, он говорит Моисею, и освети его сегодня и завтра, и пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет праведный перед глазами всего народа на гору Синай». И то, что там произошло, опять же, как пишут евреи, самое дорогое, что было у Всевышнего Тора, была явлена Израилю. Она была сокрыта от глаз людей до этого дня, когда материальное соединилось с духовным. Почему они называют это таким важным и главным? Потому что уже закон, он жил в Боге, принципы, они в нем были, и он просто их реализовал на бумаге или тогда на камне, чтобы он стал доступен, этот материал для жителей земли. И поэтому Бог поделился с человеком своими ценностями. Бог поделился с человеком тем, что он поставил превыше всякого имени своего свое слово, потому что в нем есть дух жизни. И в связи с этим люди праздновали Тору, праздновали праздник этот. И тогда, когда они это делали, обратите внимание на текст, который я сейчас прочту из исхода 20 главы. Мы его читаем, но не всегда понимаем, о чем идет речь. «А весь народ видел громы и пламя, и звук шафара, и горы дымящиеся. И как увидел народ, они вздрогнули и стали поодаль. И сказали Маше, говори ты с ними, а мы будем слушать, и пусть не говорит с нами Всевышний, а то мы умрем». В чем особенность этого текста? Они увидели звуки. Они увидели звук шафара. Они увидели громы. Мы можем слышать гром. Мы можем слышать звук шафара, и это нормально. Но здесь написано, народ увидел это. И вот тогда, когда они увидели звуки, их потрясло. Оказывается, звуки можно видеть. И тогда, когда мы читаем в день Пятидесятницы, что произошло? Сошли языки, как бы огненные, и все увидели. Языки, на которых люди заговорили, все увидели звуки. Оказывается, звуки носят в себе вот это послание образа небес, которое можно при каких-то особых обстоятельствах видеть. И то, что произошло на горе Синай, произошло там, в комнате, где собралось 120 человек, когда день Пятидесятницы опустился. Люди все окружающие сами увидели звуки. Но тогда они испугались и сказали, Моисей, ты говори, мы не пойдем. А здесь произошло то, что стало видимым и обуздало язык людей. Первое, что сделал Господь, обуздал язык огненным языком своим. И потому, друзья, когда мы понимаем суть вещей, что там произошло, тогда мы понимаем, что Бог дал Тору тогда, и сегодня, когда мы с вами не знаем, о чем и как молиться, но молимся на языках, то это та же Тора. Идет речь о том, что Божьи принципы, Божий закон звучит в наших устах, когда мы молимся на языках, и этот огонь начинает разжигаться в ту сферу, куда мы их направляем. Поэтому так важно понять суть вещей, что же там произошло. На самом деле, это соединение с духом Торы. Это и соединение с духом послания, которое стало теперь уже огненным. И когда мы начинаем говорить слово, если мы говорим его от себя, оно остается с плотским и содержанием. Но когда мы говорим его от Духа Божьего, тогда несет он в себе этот дух, заряд неба и заряд жизни. Иногда, кажется, уже ушел домой, а это слово тебе не дает покоя. Ты что-то услышал, и оно тебе ночью не дает покоя, потому что оно загорелось. Оно загорелось в твоем сердце. И кто-то думает, может быть, спикер такой хороший, может быть, кто-то еще талантливый. Друзья, слово Божье, оно несет себе этот заряд жизни. И поэтому, когда мы начинаем понимать это слово со мной в доме, это слово со мной каждый день может быть входящее внутрь меня своим посланием огня. Может быть, мы привыкли прочитывать и не иметь волнения, когда мы читаем. Но задать Богу вопрос, Господь, то, что произошло в день Пятидесятницы, пусть Твои слова для меня оживут. Я хочу сейчас с вами просмотреть, как же это происходило. Для меня это видится очень важным, увидеть те принципы, по которым сам Иисус дал повеление. Повеление Духом Святым своему народу. Деяние апостолов первая глава. Первую книгу написал и к тебе Феофил о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала до того дня, в который он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам. То есть, он, прежде чем вознесся, дал повеление. Обращаю внимание на это слово. Повеление, исшедшее от Бога, исшедшее от Христа в данном случае, это повеление, которое нельзя пропустить. Тем более, проигнорировав, не выполнить. И в данном случае, если это повеление, ученики к нему отнеслись серьезно. Которым и явил себя живым пострадании своем со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Вы знаете, что до этого три года Иисус обучал учеников как самый универсальный и удивительный учитель, который когда-либо жил на земле. Иисус им был. И поэтому с учениками своими Он не просто говорил теоретически, Он предлагал им накормить голодных, Он предлагал им идти и сказать по два человека отвечать на запросы людей, где увидите больных, воскрешайте, исцеляйте, где мертвых, воскрешайте, даром получили, даром давайте. И вот таких несколько посланий и отправил учеников. Где же было их обучение? Обучение было в процессе выполнения полученного задания. Иди и начинай делать. И когда человек начинал делать, он думал, а как это будет? Но только послушания было достаточно, чтобы люди стали освобождаться от бесов, чтобы люди стали исцеляться от болезней. И вот эти ученики возвращаются к Иисусу в радости и говорят, Иисус, нам и бесы, оказывается, повинуются. Он говорит, не тому радуйтесь. Он сразу их поправляет. Вот они уроки, да? Не тому радуйтесь. Радуйтесь тому, что вы уже граждане неба и у вас есть права небес. Вы мои дипломаты на земле. Поэтому, когда вы увидите эту взаимосвязь, вы не будете бояться идти и от моего имени творить великие дела. Вот его процесс обучения. Но тогда, когда наступил момент для учеников непонятный, Христа распяли, у них разочарование, у них огорчение, непонимание, а что же с этим делать дальше? Учитель, с которым мы могли решать все проблемы, его с нами теперь нет. И в этом разочаровании они расходятся, кто куда, в основном ловить рыбу, потому что это все были рыбаки. Но вот он воскрес. Вот он им является. Сорок дней. Каждый день. Он говорит о принципах царства. Он их обучает чему-то еще. То, что не досказал до воскресения. Потому что теперь им надо понять, кто с ними говорит. Теперь им надо полное понимание, что это царство, которое для них уже наступило. Им надо жить в этом царстве. Сорок дней. Как бы хотелось послушать эти уроки царства, друзья, которые давал Иисус своим ученикам, о которых, к сожалению, мы здесь прочитать не можем. Но, по крайней мере, то, что он им говорил, это явно их укрепило. Это сделало их сильными. И они уже теперь понимают, вот он воскрес. И мы можем теперь это послание распространять везде. И, конечно, они хотят это сделать. Теперь уже от всего сердца, наполненный теперь желанием исполнить то, в чем раньше разочаровались. Но, вот какое повеление как раз в этот момент, когда у тебя все бурлит, и хочется передать то, что ты услышал, вы когда-нибудь были носителями новости, которые еще никто не знает? И когда вам кто-то позвонил, сказал какую-то важную новость, какое желание у вас возникает сразу? Спрятаться куда-нибудь и посидеть с этой новостью. Точно нет. Хочется позвонить всем, кто есть вокруг, какие у вас есть телефоны, тем более, если эта новость радостная, тем более, если эта новость для кого-то, приведет к спасению или откроет ему что-то. И люди, которые наполнились этой новостью, с энергией жизни послания о царстве, и вдруг повеление, которое они принимают, и собрав их, он повелел, не отлучайтесь от Иерусалима, не отлучайтесь, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. И посмотрите, он им не сказал, сколько дней, несколько дней, два, три, пять, десять, пятнадцать, пятнадцать тоже несколько, даже тридцать несколько, он не сказал, сколько, он сказал, не отлучайтесь. Это повеление, быть вместе, ожидать. И вот, друзья, у меня следующий вопрос. Ожидание – это ключ к опусканию небес. Но что мы ожидаем в своем сердце? Что мы ожидаем в своем духе? Что мы ожидаем сейчас? И нам кто-то, может быть, подумает, у меня есть мечта, я ожидаю ее. Хорошо, друзья, это тоже мечта, идущая от Бога, ее важно ожидать. Но здесь идет речь о другом. Ожидайте того, что обещал вам Отец. И вот тут вопрос, что мне пообещал Отец? Что мне известно из Его обещаний в мою жизнь? Как важно на этот вопрос для себя иметь ответ. Мы будем отвечать и на последующих служениях на это. Но сегодня я хочу, чтобы мы рассмотрели некоторые вещи, потому что Отец что-то нам пообещал. В данном случае здесь идет речь о том, что Дух Святой сойдет. Но мы читаем, как это Иисус передавал ученикам еще до своего страдания. До воскресения в Евангелии от Иоанна можем прочитать эти вещи, которые написаны в 14 главе. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Посмотрите, одно из посланий, которое Отец сказал, «Не смущайтесь». Вы будете иметь обстоятельства, при которых у вас не будет много ответов. Но главное, не смущайтесь. Это уже послание неба. Не смущайтесь. «В Меня веруйте». В Доме Отца Моего обителей много. «А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете и путь знаете». Итак, вот еще одно обещание, что нам важно ждать, друзья. Мы имеем обители на небесах. Я не думаю, что это квартира даже многокомнатная. Это что-то поболее. Обители на небесах это то, что приготовил нам каждому Господь. И поэтому мы сегодня собираем эти сокровища на небесах. И Он говорит, знайте об этом. Это мое обетование вам, что вы идете не просто в небо, так скажем, в космосе, где-то будете перемещаться. У вас там есть обители. У вас там есть место мною приготовлено. И вам важно об этом знать и это ожидать. Ожидать, когда мы туда войдем. Уже сейчас, вы знаете, если хотите, заниматься дизайном того места, с Богом говорить о том, что вы хотите видеть там. Я сейчас не имею в виду занавески. Я сейчас говорю о том, чтобы мы могли туда посылать драгоценные камни, туда посылать то, что здесь на земле Бог дает нам иметь как время, как таланты, как наш опыт, который мы можем вкладывать в кого-то. И это становится ресурсом для небесных обителей, которые там созидаются. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня дела, которые творю я, и Он сотворит. И больше сих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду. И если чего попросить у Отца во имя Мое, я то сделаю, да прославится Отец в Сыне. И если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Итак, друзья, мы видим еще, на мой взгляд, очень ключевой пункт обета неба. Дела, которые творю я, и вы сотворите, и больше сих сотворите. Я часто обращаюсь к этому тексту, потому что еще с юности меня очень сильно цепляли эти слова обетования, как здесь, так и в 16 главе Марка, где написано, у верующих меня будут сопровождать сии знамения. Я говорила, Господь, я уверовала в Тебя, я хочу, чтобы это заработало. Я понимаю, что это было у наших праотцов, я понимаю, что это было во время войны, я понимаю, что это было во дни репрессии, когда люди оказывались в трудных ситуациях. Но неужели ты проявляешься только когда трудности? Ведь мы Тебя хотим и сейчас видеть творящим, потому что тоже люди умирают прежде времени, тоже люди сегодня ходят при болезнях, и мы не хотим с этим соглашаться. Поэтому в чем проблема? Помню эти молитвы, кто, может быть, был тогда рядом со мной, помнит, что я постоянно об этом говорила. Господь написано, у верующих меня будут сопровождать сии знамения. Друзья, надо ожидать того, что Бог пообещал. Не просто знать, что оно написано, а ожидать, потому что у ожидания есть магнит. Этот магнит сначала изменит нас, этот магнит сначала расширит нас, а потом приведет нас в присутствие водопада, когда этот водопад просто обрушится в нашу внутренность и пропитает каждую нашу клетку. Потому что, он говорит, у веровавших будут сопровождать сии знамения, потому что дела, которые творю я, и вы сотворите, и даже больше сих сотворите. Я хочу благословить вас, друзья, в такой жаждой ожидать обещанного от Отца. Потому что мы сегодня находимся не в преддверии или в момент Пятидесятницы, а в момент деяния апостолов. Книга, которая не закончена, единственная книга в Библии, у которой многоточие. И нам с вами надо ее дописать. Дописать, как деяние церкви последнего времени. И Господь хочет, чтобы никто из нас не смолодушествовал и не сказал, я отсижусь на задней скамейке, я отсижусь где-нибудь в уголочке, я отсижусь где-нибудь дома и посмотрю со стороны, как это будет. Вы знаете, друзья, можно сидеть и отсидеться, но как печально, когда жизнь пройдет, а тот дух жизни, который Бог дал, он так и не реализовался. И когда в вечности ты увидишь, что ты мог сделать и не сделал, будешь очень сожалеть. Слава Богу, вечность не потеряешь, если будет сохранена вера в Иисус и в Его жертву, но так хочется, чтобы мы обитель там расширяли сегодня, посылая туда то, что является возможностью, которую Бог дает каждому. Каждому, по мере того дара, по мере силы, по мере призвания, но дает каждому, не пропусти, не пропусти, потому что есть необходимость быть живой клеткой в теле Христовом, быть живым органом в теле Христовом и быть встроенным в системы, которые там есть и о которых мы с вами говорили, которых, по крайней мере, по медицинским показателям 12. Кто имеет заповеди мои, тот соблюдает их. Тот любит меня, и кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Вот еще текст, который меня тоже очень волновал. Правда, уже когда мне явился Иисус, это меня стало еще больше волновать, потому что я сказала, Господь, я хочу еще встречи с Тобой. Вот такой живой и полноценный, потому что я явлюсь ему сам. Я сам буду разговаривать с кем? Кто возлюбил слово мое? Кто возлюбил заповеди мои? Кто живет в них? Кто не боится и не боится, чтобы какое-то ограничение Бог внес, а сказать, Господи, а что еще повелишь мне делать? Что еще ты мне скажешь на этот день? Человек любит заповеди, ищет водительство Святого Духа. Он говорит, вот кто меня любит, тот мои заповеди любит. Для меня это однозначно, для меня это знак равенства, и мы здесь это читаем, вот что заповедал нам Отец, возлюбить Его заповеди, возлюбить Его самого в этом тексте, в этом слове, возлюбить Его желание. И Он говорит, вот тогда, когда вы ждете обещанного от Отца, явлюсь сам, явлюсь и скажу, что надо изменить, что надо исправить, что надо взять и идти нести дальше, я явлюсь тебе сам. Все начинается с любви к Слову. Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Следующая стадия, друзья, не просто явлюсь сам, а еще и обитель сотворю. То есть Господь говорит, обитель на небесах есть для тебя, я его готовлю, но есть еще возможность, чтобы обитель в твоем сердце я сам сделал. И вы знаете, я так хочу, чтобы мы с вами могли дать Ему право. Приди, Господь, сотвори обитель в Моем сердце. Сотвори обитель в Моем сердце. Я не знаю, до какой степени мы уже позволили Ему это сделать, но Он говорит, я хочу не только прийти, но сотворить. Понимаете, что слово сотворить, это значит творить с кем-то. Я не буду творить один, я буду творить с тобой, потому что я буду сотворить. Я буду творить в твоем сердце ту обитель, которая будет вмещать многих людей. Раньше тебя эти люди могли раздражать, но вдруг ты почувствуешь, что им есть место в твоем сердце. Я обитель сотворил. Для какой-то категории людей, которые раньше ты не мог простить. А я обитель сотворю. Я буду жить с тобой, я буду жить внутри тебя, я буду творить какие-то новые свойства в твоем сердце. Вот почему праздник Швота, день Пятидесятницы, сошествие Духа Святого является одним. Слово Божье ты любишь, и Бог обитель творит для своего присутствия. Сио сказал вам, находясь с вами, утешитель же Дух Святой, который пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляем вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вот, друзья, возможности, которые опять он заканчивает. Придет мой Дух, он вас утешит, он обитель сотворит, слово мое будет входить в вас и будет написано на скрижалях, уже не на каменных. Я запишу это слово внутри тебя, внутри каждого, потому что Духом моим это слово писалось тогда на скрижалях, и люди могли видеть, как камень огнем источался, чтобы появлялись эти слова. Сегодня, говорит Господь, я Духом моим войду и запишу на скрижалях твоего сердца свои заповеди. Тогда, когда ты меня пустишь, я это сделаю. Ты будешь уже точно знать, что делать тебе, а что не делать. Если ты будешь Вадим Духом Святым, то ты пойдешь по дороге жизни, и все, что я тебе предназначил, ты сделаешь. И вокруг тебя расцветут сады. Итак, друзья, когда мы понимаем, что нам Бог что-то пообещал, я, конечно, взяла только маленькую часть. Из 14 главы несколько обещаний неба, но их гораздо больше. И если мы будем в свою жизнь записывать какие-то обетования и говорить, Господь, ты пообещал, и я жду, как в день Пятидесятницы, я тебя ожидаю. Тогда, когда мне хочется бежать и чем-то уже делиться, но я ожидаю, когда Дух Святой на меня сойдет и когда это сила Святого Духа, как он сказал ученикам дальше, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете моими свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самаре и даже до края земли. Кто из вас занимался евангелизацией когда-либо, вы можете сказать, иногда очень легко и быстро люди принимают евангельское послание, а иногда очень как-то тяжело и трудно, иногда даже уже не хочется это делать, потому что ты видел один раз неудачу, второй раз, и кажется, что если бы был плод, то это бы меня вдохновило, хотя, друзья, плод – это не наша ответственность, наша ответственность – быть Вадимом и Духом Святым. А плод, он говорит, будет вам от меня. Поэтому делай то, что ты можешь и не бери на себя больше, чем Бог полагает. И поэтому, когда он говорит, вы примите силу и будете мне свидетелями. Поэтому, когда мы получаем силу, когда мы говорим, Господь, пусть Дух Святой управит в этом дне, пусть Дух Святой поведет меня туда, где я еще сам, может быть, и делал что-то, но не имел успеха. И тогда, когда мы начинаем принимать водительство Духа Святого в евангелизации, мы становимся не евангелистами только, а будете мне свидетелями. Мы становимся свидетелями действий Святого Духа. Мы становимся свидетелями деяний Святого Духа. Вот в чем разница, друзья, быть свидетелем, быть просто провозглашающим евангельскую весть, либо быть свидетелем того, что делает Дух Святой через тебя или меня. Мне пришлось быть свидетелем такого явления, когда я первый раз была на корабле на поездке с академиками, которые собрались из разных городов, и была конференция, и выступление мое, которое там длилось всего 15, максимум 20 минут, понятно, что тишина в зале была такая, что люди просто не понимали, о чем я говорю, и почему в их перечне докладов о медицине, об экологии вдруг говорится о Духе и о Душе. То есть для них это когда-то, связки тогда не было. Но один врач, который был из Москвы, и у которого целая лаборатория, которую ему дали обеспечить новыми открытиями, и он работал специально обрабатывая результаты космодрома, я еще тогда его не знала, он просто увидел, и когда мы вышли на следующий день на Валааме, и нас распределяли по группам, он говорит, в какую же группу пойти, я выхожу как раз с палубы, спускаюсь, он говорит, о, точно пойду за человеком, который знает Библию, потому что таким образом я не заблужусь. И он дал мне уже послание, что он хочет со мной говорить, понятно, да? И он, когда пошли мы по этому Валааму, там экскурсовод говорил свое, а он мне говорил свое, и говорит, вы знаете, я настолько изучил человека в своих лабораториях и всех исследованиях, что у меня есть, как он сказал, не могу утверждать, но он сказал, у меня есть знания о каждой клетке организма, что там происходит. Я изучил все досконально, но я не могу понять, почему, когда жизнь уходит, он мертвый. Что-то есть другое, помимо тела. Объясните мне, у вас есть то знание, которого нет у меня, я хочу узнать, что это такое. Я по группе крови, я, говорит, могу определить характер, могу определить даже чуть ли не судьбу человека, я могу сказать его ценности, которые по группе крови определяются. И он мне стал даже говорить, какая у меня группа крови. Я, говорит, вас слышу в вашем голосе, вот эту группу крови. И он угадал. Но я сейчас даже о том, что знание человека, которое в нем есть, он говорит, но у вас есть что-то, чего нет у меня. Слава Богу за то, что есть у людей понимание, что Бог, Он на самом деле есть. Но как к нему выстроить мосты? Друзья, это мы носители Божьего Слова и Божьей славы. Поэтому если мы понимаем, что Дух Святой сошел, и говорит, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Итак, мы здесь видим несколько параметров. Первое, послушание, когда сказал, повеление дал Господь, не отлучайтесь. Тогда, когда хочется что-то, так хочется, а Он говорит, стоп. И вот тогда, когда мы в состоянии послушаться на этот стоп неба, это следующая часть, мы ожидаем обетований. Когда мы ожидаем обетований, и это не годами в данном случае, а говорит, несколько дней, но побудьте в этом. Поэтому послушание и терпение следующее. После терпения, когда приходит у нас потребность в большем, мы легко начинаем или легче, по крайней мере, выстраивать отношения друг с другом. Потому что не один ты ожидаешь 120 человек, кто был в этой горнице в Израиле, то это совсем небольшая комната. Я не знаю, как они там жили 10 дней. 10 дней плечом к плечу сидеть в одной комнате, в душной, в Израиле, где кондиционеров не было. То есть им это чего-то стоило. И когда они 10 дней находились, и еще плюс к тому, не потеряли единодушие за эти дни. Не стали сердиться друг на друга, что ты занял мое место. И вообще мне душно из-за того, что так много людей. Хотя бы поменьше было. Нет, они все были сосредоточены на главном. Они ожидали. Ожидали и были единодушны вместе. Так вот, друзья, повиновение Божьему Слову, терпение в ожидании и знаем, что нам обещает Отец. И мы ждем этого. И следующее, это тогда, когда мы единодушно вместе можем пребывать о главных ценностях. И то, что мне хочется сейчас после того, когда сошел Дух Святой, и внезапно сделался шум с неба, Бог наш, Бог внезапности, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Итак, друзья, практическая сторона послания состоит в том, что Бог на жаждущее изливает, и Он сказал у Исаия такое слово, «И залью воды на жаждущее, и потоки на иссохшее, и Дух твой на племя твое». Жажда – это наша ответственность, которую нам важно высвободить. Когда-то мне Господь сказал, «Научись служить мне в радости, и ты увидишь, что я сделаю». Я продолжаю этому еще учиться, друзья, потому что есть ситуации, которые пытаются и иногда забирают радость. Но на самом деле, если мы учимся жить в радости не от того, что есть обстоятельства плохие или хорошие, а жить и радоваться о Господе, которым здесь мы читаем, «Веселитесь о Господе Боге Вашем». Вот этот предмет радости никогда не изменяется. Он всегда на троне, он всегда всем обладает, у него есть полнота информации, у него есть полнота власти, и поэтому радоваться о Господе мы с вами можем. «И наполнится гумно хлебом, переполнится подточили виноградным соком и леем, и воздам вам за те годы, которые пожирала саранча, черви, жуки, гусеницы». То есть Господь знает, у всех есть те годы, где кто-то пожирал. «И будет после того, и залью от Духа Моего». Посмотрите, когда Бог возвращает, а мы при комфорте, при определенных успехах можем не потерять ценности неба, вот говорит, «И залью еще от Духа Моего на всякую плоть, и залью от Духа Моего и на молодежь, и на детей, и на старцев, и те будут видеть сны, а эти видения, эти будут говорить на языках, эти будут возлагать руки на больных». Друзья, вот куда мы с вами пришли. Это время наступило. Это время наступило, друзья. Мы уже едим, мы насыщаемся, но пусть, слава Богу, будет умножаться через этот комфорт. Пусть никто из нас не станет заложником комфорта, и никто не будет оправдывать то, что Бог сказал, «Оставь этот грех, оставь, не живи больше с ним, не ставь перегородку между мной и тобой». Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон»